Приветствую вас. Я бы сказал, что речь идёт о вашей привлекательности для мужчины. Я бы сказал, что мужчина, вы привлекательны, мужчине вы важны, мужчина вами дорожит. И самое главное, вы на самом деле очень-очень ценны для него. Конечно, можно списать его такое увлечение на некий такой фетиш. Вот, в самом деле, спальник. Вот. Но я предполагаю, что здесь есть что-то среднее между фетишем и тем, что мужчине дорога память о вас, дорого всё, что напоминает о вас и так далее. Вот. То есть, мне не очень понятно в этой ситуации, что вас так насторожило, что вас так напрягло и что вас так будоражило. Вот честно. Я не очень понимаю. То есть, ничего плохого, ничего плохого в том, что мужчина это делает, я не вижу. Пока. Да. То есть, я вижу более серьезные проблемы, например, в виде ссоры, в виде ссор, ну, в виде ваших ссор с мужчиной. Вот. Это да. Это более серьезная проблема. Но я не вижу проблемы в том, что он собирает ваш мусор и так далее. Потому что это просто означает, что вы ему дороги, что вы ему ценны. Вот. Это такой момент. Дальше, конечно, вопрос вызывает то, почему девочки. Тут такое ощущение, что вы к девочкам обращаетесь, но это сайт психологии, точнее раздел психологии. И в разделе психологии у нас, ну, далеко не только девочки есть, но и мужчины тоже. Вот. С чего я делаю вывод, что у вас есть такой, я бы сказал, пунктик насчет групп гендерных. То есть, есть группа мужская гендерная, есть группа женская гендерная. Вот. И, в общем-то, я бы сказал, что и в этом есть определенная тревога, потому что подразделение, подразделение людей на гендерные группы, влечет эмоциональную, эмоциональную дифференциацию. Вот. Друг другом, поэтому мне кажется, мне кажется, что вам, ну, имеет смысл отойти немножко от этой позиции, да, от позиции девочек, от позиции девочек, от позиции мальчиков. Вот. И все-таки смотреть на людей более глобально, все позволит вам избегать некоторых проблем, которые могут и уже происходить сейчас. Ну, например, проблема ссор между вами. И, в общем-то, то, что вы помирились, это, безусловно, прекрасно. Но примирение не имеет никакого значения, если вы не выработаете для себя причины, причины, по которым эта самая ссора произошла. Вот. Поэтому я очень надеюсь, я очень надеюсь, что вами будет проведен анализ отношений. И вами будут сделаны выводы относительно того, по каким причинам произошли эти самые ссоры. Вот. И если вы не сможете разобраться сами, то вы обратитесь к психологам для того, чтобы они вам смогли. Потому что если с причинами ссоры ничего не сделать, то они, чтобы ссоры, обязательно повторятся. И если ссоры повторятся, то, в общем-то, в следующий раз уже не факт, что вы сможете помириться. Вот. К сожалению. Поэтому обратно, отнеситесь, пожалуйста, со всем вниманием и серьезностью к данному аспекту. Это правда очень важно. Очень важно, чтобы вы для себя эти моменты разрешили. Вот. И дальше, дальше, дальше вы сможете двигаться, я думаю, уже на пути к счастью в ваших отношениях. Опять же. Вот. Такой ответ я могу вам дать. Я очень надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация успешно разрешится и вы будете счастливы. Спасибо. 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 Спасибо.